Сандра Ингерман Возвращение души Исцеление разбитого на части я Глава 1 Моя собственная утрата души Задолго до того, как я освоила шаманские техники и стала работать с сотнями клиентов, мне самой пришлось пережить потерю души. Знакомство с шаманской традицией раненого целителя я начала не с изучения теории или наблюдения за людьми, а с попытки разобраться с собственными страданиями. Чтобы дать вам более глубокое представление о том, как ощущается потеря души, я хочу описать мой собственный опыт. В детстве я была всем довольна. Я даже не знала, что бывает иначе. Всегда, сколько себя помню, я чувствовала глубокую любовь к природе. Мне доставляло огромное удовольствие петь, насвистывать мелодии птицам, облакам. Каждый день по дороге из школы домой я останавливалась у большого дуба, который рос перед нашим домом. Я пела ему песни. Я проводила счастливые часы в своей комнате, сочиняя рассказы, рисуя картины. Мне нравилось ходить в школу и играть с друзьями на улице. Я любила своих родителей. Когда я стала подростком, что-то изменилось. Столкнувшись с физической и эмоциональной неразберихой периода полового созревания, я потеряла физическую координацию, которой наслаждалась в детстве. Запутавшись в попытке понять, кто я есть, где в этом мире мое место, я согрешила. И этим грехом был пропитан мой ранний опыт. Такого рода стрессы вряд ли необычны для юности, но, по-видимому, я пережила больше, чем обычную потерю. По мере того, как я взрослела, жизнь не становилась легче. У меня никогда не оставалось излишков энергии. Я постоянно боролась с хронической депрессией, с чувством физического истощения. Я уже больше не знала здорового ощущения того, как это – быть в теле, жить полной жизнью. Я часто наблюдала за людьми и задавалась вопросом, неужели они чувствуют себя так же плохо, как я? Ощущают ли все они эту неприятную отделенность от тела? Чувствуют ли себя в стороне от жизненного потока? В детстве я знала, есть другой способ существования в этом мире. Но у меня не было ни малейшего понятия о том, как вернуться в это состояние. И часто мне казалось, что жить не стоит. Попытка воссоединения. Будучи очень самостоятельной, я никогда не искала психотерапевтической помощи. Я полагалась только на себя. Возможно, на каком-то бессознательном уровне я знала, мой кризис в основе своей был духовным. Я искала опыт, который поможет мне восстановить сакральную связь с жизнью, которую я потеряла. Когда эта связь разорвана, люди часто прибегают к алкоголю, к другим наркотикам, изменяющим сознание. Дитя 60-х, я полагала, что наркотики могут помочь заполнить пустоту. Под воздействием психоделиков я однажды вновь на мгновение почувствовала жизнь священна. Я ощутила, как во мне опять разгорается любовь к Богу. Но проблемой, связанной с наркотическим опытом, было то, что я уносилась настолько далеко и путешествовала вне времени и пространства, что не могла перевести свои впечатления в понятие обычной жизни. То, что я испытывала под действием наркотиков, было слишком далеко от простого удовольствия. спеть песенку-дерево по пути из школы, ощутить себя живой, соединенной со своим телом. Другой неизбежной проблемой с наркотиками было сориентироваться в моей повседневной жизни при возвращении. Когда иступление восторга улетучивалось, я проваливалась в темноту. Снова и снова моя попытка убежать от депрессии возвращала меня к моменту греха. Мой последующий опыт работы в качестве консультанта и ведущего семинаров показал, что выпавшие на мою долю испытания не были чем-то необычным. История изгнания из рая Адама и Евы не дает покоя художникам-писателям Запада. Она задевает нас за живое, потому что воскрешает в памяти архетип греха падения, через который проходит каждый из нас. Ведь все мы по-своему изгнаны из рая. Говоря языком шамана, мы теряем свои души. Все мы сталкиваемся с потерей души. У каждого эта потеря происходит единственно возможным для него способом. Некоторые греха падения менее драматичны, чем мое. У меня был опыт долгого, счастливого детства. Я хорошо знала, какой радостной может быть жизнь. Одни меньше меня терзаются от контраста между тем, что возможно, и тем, что есть. Другие, осознавая свою духовную изоляцию, приходят к так называемой «темной стороне души», как трактуют это состояние христианские мистики. Мое собственное путешествие за потерянной душой приводило меня к самым разным духовным поискам. Ответ я нашла в древней традиции шаманизма, в частности, в современном возрождении шаманских техник у антрополога Майкла Харнера, моего учителя, наставника. Эти техники могут сосуществовать с самыми разными религиозными верованиями. Возвращение потерянных частей моей души вернуло мне целостность. Я испытала такую полноту, такую радость жизни, какие я и не надеялась когда-нибудь снова испытать. Путь шамана Изучая различные артефакты, ученые пришли к выводу, шаманские культуры уходят своими корнями в глубину веков. В те времена, когда люди еще не начали записывать свою историю. Хотя искусство, мифология, законы, экономика, социальные нравы этих культур различны, но они обладают некоторыми общими чертами. В шаманской культуре все обладает духом. Любая земная форма имеет свой дух или жизненную силу. Благополучие каждой формы жизни зависит от ее духовной гармонии с другими формами. Отсутствие равновесия или смещение в духовной сущности живого существа может повлечь за собой его ослабление или болезнь. Для шаманов всего мира болезнь всегда означала духовную опасность, потерю души или уменьшение жизненно важной духовной энергии. Если душа полностью покидает клиента, он умирает. Из этого следует, если шаман сможет вернуть потерянные части души, гармония и благосостояние человека будут восстановлены. Шаман совершает такое возвращение в измененном состоянии сознания. Мирча Элиаде, историк религии, пишет, Главной функцией шаманов Средней и Северной Азии является магическое целительство. В этом регионе в целом существует несколько концепций относительно причины болезни, но наиболее распространена концепция похищения души. Болезнь приписывается тому, что душа заблудилась или была похищена, а лечение сводится в итоге к тому, чтобы ее найти, поймать, заставить возвратиться в тело больного. Только шаман, так сказать, видит духов и знает, как их изгнать. Только он распознает бегство души и может в состоянии экстаза догнать ее, вернуть в тело. Слово «шаман» происходит из языка сибирского племени тунгусов, означает «тот, кто видит во тьме». Шаман использует свою способность видеть острым глазом или сердцем для путешествий в скрытые духовные миры. Он это делает для того, чтобы получать информацию, производить действия, способные исцелить человека или общину. Кроме похищения или кражи души, некоторые шаманские культуры связывают потерю души с вмешательством призраков, а также других человеческих существ. Согласно Мирче Элиады, в Южной Америке, как в Андах, так и в долинах Амазонки, шаманы считают, что душа может отправиться в скитание от испуга или же она будет похищена духом или призраком. Современные причины потери души. Как современный шаман-практик, я разделяю многие верования и понятия, сложившиеся в шаманской традиции. Для меня, как и для древних шаманов, всё сотворённое наполнено духом. У людей, животных, растений, минералов, у всех есть своя духовная суть, с которой мы можем общаться, взаимодействовать. Когда в этих живых созданиях присутствует вся их духовная сила или душа, они излучают жизненную энергию. Любое создание, дух которого полностью дома, в своём теле, ощущает полный резонанс с таким же духом в других живых существах. И напротив, если какое-либо создание утрачивает часть духовной сути, наступает глубокое истощение, отчуждение от остального мира. Я встречаю множество людей, которые, как оказывается, страдают от утраты своей духовной сути или души. По существу, почти каждый из нас страдает от чувства незавершённости и пустоты. Они ощущают, что им недостают каких-то частей себя, что у них отсутствует глубокая связь с жизнью. Некоторым такое чувство незавершённости и отчуждённости причиняет большие страдания. Большинство же, кого чувство недостаточной полноты жизни не покидает длительное время, часто прячут свою боль, глушая её наркотиками, развлечениями, неумеренным сексом или другими зависимыми привычками. Хотя я и разделяю традиционный шаманский взгляд на потерю души, но не всегда могу согласиться, что это результат похищения её злым волшебником или странствующим духом. Однако мне, как женщине, живущей сегодня, не приходится долго искать современные эквиваленты классических представлений. Инцест, физическое насилие, потеря любимого, несчастный случай, участие в военных действиях, серьёзная болезнь, хирургическое вмешательство. Всё это может привести к так называемому катапультированию души из тела. Сталкиваясь с различного рода стрессами, чувствительная человеческая душа может сбежать из тела и никогда туда не вернуться. Иногда мы в шутку говорим о некоторых людях. У него не все дома. Но это вовсе не шутка. Лишь немногие из нас полностью дома, а некоторые настолько тяжело травмированы, что у них фактически почти никого нет дома. Современная психология, как и шаманизм, признаёт, части личности могут отделяться от неё. Человек отдаляется от собственной сути. Многие современные терапевтические представления учитывают тот факт, что в случае слишком сильной травмы некоторые жизненно важные части могут отделиться, чтобы ослабить травмирующее воздействие. Джон Брэдшоу в своей книге «Лечение связывающего нас стыда» разъясняет. Жертва инцеста покидает тело из-за невыносимой боли и унижения. Для Брэдшоу, как и для других популяризаторов психологии, диссоциация психики является защитным механизмом. Когда травма настолько глубока, а страх настолько ужасен, что человеку необходимо немедленное облегчение страданий. Современная литература по психологии изобилует примерами подобного отделения от тела в моменты стресса. Женщины, подвергшиеся изнасилованию, рассказывают, как они наблюдали за происходящим из удаленной точки на потолке. Месяцы, даже годы спустя после травмы, они все еще рассказывали, что им казалось, будто они находятся не в своем теле. Ветераны Вьетнамской войны через много лет после возвращения из Вьетнама начинали заново переживать болезненные эпизоды времен войны, которые они забыли. Достаточно было какого-то звука, запаха, зрительного образа, чтобы эти воспоминания становились пугающе живыми, иногда более реальными, чем сама жизнь. Эти незваные переживания часто сопровождались горем, гневом, диссоциировавшимися во время давно пережитой травмы. До этого момента психология и мой подход к возвращению души по сути шли рука об руку. Где же начинается их расхождение? Для психологов отделившиеся части души затеряны в обширной неопределенной области, которую называют бессознательным. Это место может быть наполнено отделившимися воспоминаниями, запретными импульсами, архетипическими религиозными образами. И каждый психолог судит об этом в зависимости от своей подготовки. В случае диссоциации работа психолога состоит в том, чтобы помочь пациенту восстановить доступ к утерянному опыту. Для того, чтобы получить доступ к утраченным частям «я», может использоваться работа со сном, фантазиями, свободными ассоциациями или гипноз. Для психолога природа и топография места, куда направляются отделившиеся части личности, не представляют особого значения. Под бессознательным понимается место, куда не проникает свет рационального сознания, и откуда клиент с помощью психотерапевта должен извлечь отделившиеся содержимое. для шамана же вопрос, куда отправились отделившиеся части, крайне важен для успешного исцеления. В шаманском представлении об устройстве мира, когда жизненно важные части покидают человеческое «я», они не уходят в неопределенные заброшенные земли, они продолжают свое параллельное существование в необычных мирах. Части души могут оказаться в ловушке, в каком-то ужасном месте необычной реальности, или могут отыскать более приятные миры, где им захочется остаться. В любом случае, важной частью процесса исцеления является возвращение потерянных частей из необычных миров, подворение их в тело пациента. Знание топографии необычной реальности становится решающим для успешного исцеления. Подобно искателю приключений в труднопроходимых землях, шаман для успешной работы должен знать, как правильно вести себя в необычных мирах. Чем полнее его карта территории необычных реальностей, тем больше у него шансов на успех. Здесь было бы полезно сравнить, как работают психолог и шаман. Представьте себе, что оба работают с женщиной, страдающей множественным расщеплением личности, психологическим состоянием, при котором в одном человеке сосуществует несколько независимых личностей. Психолог, возможно, скажет, что женщина была жестоко травмирована, и это привело к диссоциации или дроблению личности. Он может предположить, что отделившиеся части личности содержат воспоминания или характерные черты, выражения или ощущения которых небезопасны для пациентки. Но с этого момента психолог может рассматривать свою работу как помощь пациентке в возвращении этих утраченных частей из ее собственного бессознательного путем медленного их обнаружения, объединения. Наверняка психолога не очень интересует, на самом ли деле отделившиеся части живут в параллельной реальности. И если так, то какова природа этой другой реальности. Хотя я согласна, что такой вид восстановительной работы чрезвычайно важен. И все же мой интерес как шамана практика был направлен совсем на другое. Где сейчас находятся эти части? Как я могу вернуть их пациентке? Вот вопросы, которые интересуют меня больше всего. Знание необычной реальности, скрупулезно собранное во время предыдущих путешествий, поможет мне сделать намечаемое шаманское путешествие целесообразным, эффективным. В поддержку концепции потери души. Уместность понятия потери души в современных условиях жизни не избежала внимания некоторых психологов-новаторов. Так, Джин Ахтерберг в статье «Раненый целитель» написала «Потеря души в шаманской терминологии считается самым мрачным диагнозом, поскольку именно в ней они видят причину болезни и смерти. Однако, в современной медицинской литературе Запада о ней даже не упоминается. Тем не менее, нам становится все яснее, что то, что шаман называет потерей души, а именно нанесение травмы нетронутой сердцевине, то есть сути человеческого существа, проявляется в отчаянии, в уязвимости иммунной системы, заболевании раком, в других очень серьезных расстройствах. Похоже, потерей души сопровождается также разрыв отношений с любым человеком, с любимыми, крушение карьеры, разрушение других важных привязанностей. Многие психотерапевты, последователи Юнга, заметили соответствие между концепцией потери души и тем, что делают они. Так Мария фон Франц, известный психоаналитик, пишет, «Сегодня для окружающих нас людей потерю души можно рассматривать как психологический феномен повседневной жизни. Потеря души может проявляться в виде внезапных приступов вялости, апатии. Из жизни исчезает радость, все начинания терпят крах, человек ощущает внутреннюю пустоту, бессмысленность бытия. Проверьте симптомы. Возможно, в процессе чтения у вас появилось желание получить краткий перечень признаков, свидетельствующих о потере души. В этом вам помогут приведенные здесь вопросы. Чтобы определить, имела ли место у вас потеря души, и если да, то как именно это проявилось в вашей жизни, ответьте себе на следующие вопросы. Испытывали ли вы когда-нибудь ощущение того, что вам трудно присутствовать в своем теле? Возникало ли у вас ощущение, что вы находитесь вне своего тела? Наблюдайте за ним со стороны, как в кино. Ощущаете ли вы временами апатию, оцепенение или притупление чувствительности? Страдаете ли вы хроническими депрессиями? Если у вас проблемы с иммунной системой или, может быть, понижена сопротивляемость болезням? Страдали ли вы в детстве хроническими заболеваниями? Наблюдаются ли у вас провалы в памяти, когда речь идет о вашей жизни после пяти лет? Ощущаете ли вы будто попросту стерли своей жизнью память о каких-либо значительных травмах? Приходится ли вам бороться с зависимыми привычками, например, с пристрастием к алкоголю, наркотикам, пище, сексу, азартным играм? Приходится ли вам ловить себя на том, что вы ищете во внешнем мире что-то такое, что могло бы заполнить внутреннюю пустоту? Было ли вам трудно продолжать свою жизнь после развода или смерти близкого человека? Страдаете ли вы синдромом расщепления личности? Если вы дадите утвердительный ответ хотя бы на один из этих вопросов, вероятно, вы имеете дело с потерей души. Важные части вашей сути, вашего внутреннего «я» могут оказаться недоступными для вас. Если это так, то их жизненные энергии и способности тоже временно недоступны. С моей точки зрения, утраченные части продолжают существовать в необычной реальности, откуда их можно вернуть только с помощью шаманских средств. К счастью, шаманизм не только ставит диагноз и описывает широко распространенную проблему, но и предлагает мощное средство исцеления. В следующей главе мы изложим основные положения шаманской практики возвращения души, которая, как показывают последние клинические исследования, применима сегодня не меньше, чем на заре человечества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok